Дебилы, просто дебилы. Она ругается, потому что там, как всегда, как каждый год, взрывают страшные хлопушки. Да нет, там просто пацаны дебилы. Они уже себе глаз взорвали. Хотят еще один глаз взорвать. Я прячусь, потому что холодно. А мне нравится, как подсветили, Ирпень. Мы сейчас вам все покажем. Ну да, конечно, мне тоже. Просто еще ничего не видно здесь. 31 число, снега нет. Его уже нет, он был недавно. Мы ходили смотреть фильм Джуманджи. Ирпень, а тебе понравился фильм? Кстати, мне да. Да? Да. У меня там какой-то был момент, где мне было скучно. Ну, во-первых, мне понравилась сама идея, что там взяли четверых школьников и их перетворили, как превратили в людей, которые совсем другие. Они совсем другие. То есть красивые, например, в некрасивого, в слабого, в сильного. И дали им возможность расширить свои границы. По-моему, это шикарно. Да, да. Да, но персонажи, которые в игре, они намного красивее, чем это шкалота. Задротов каких-то выбрали. Да, в игре звезды, а там действительно шкалота. А там задрот. Ой, ладно. Поснимаем. Ну, вообще, я хочу снять нормально. Мне нравится вон там мерцающая. Так я туда и хочу идти. Я пока выключу. Ага. Давай, Мишин, иди сюда. А мне, я для себя. Хорошо. Вот там ярмарка новогодняя. Блин, моя голова мешает. Лена, я не могу это сделать. Пасай камеру. Надо альфомы. Лучше не говори. Лена, что здесь. Лена, что здесь. Я хочу сфоткаться с цифрами 2018. Ешка готовит нам стол новогодний. Да, я пытаюсь сделать бутербродики с икрой из вот такой лаваша круглого. А мы сразу икру положим на него или позже? Положим сразу. Сразу? Я думала, что может мы откроем коробочку и позже положим. Сонечка, лишь бы только позже, а мне лишь бы только поесть. Так еще Новый год не начнется, а мы уже кушаем. А это наша елка там. Наше окно играющее. А это кошка, покажи нашу кошку. Желтая рубашка, желтая футболка, как и должно быть. В Ирочке нет ничего желтого, поэтому она в старом своем свитере. Ну, я его люблю. А это наша желтая кошка. Все, это наша желтая кошка. У нас, кстати, и кошка, и хомяк. Ой, хомяк у нас почему-то в этом. И собака желтая. Сейчас мы еще подарки здесь положим. Вот. Вот. Но у нас ничего особенного мы не готовили. Ой, блин, мне же нужно мясо поставить на работу. Запекаться. В общем, ничего. Купили рапаны готовые. Колбаса. Ну, колбаса очень вкусная. Колбаска с сыром. Ну, Ире очень нравится, а мне не очень. Это просто сыр. Я просто не любитель сыра. Она очень любит сыр. Вот. Сейчас еще поставим ребрышки в духовку. Я бегаю, мотыляю, то есть ничего непонятно, неудобно. Вот. Польгу возьму. Одной рукой, конечно, тут все делать неудобно. Ну, давай поставим. Поэтому выключим пока что. И поставим на шпатик. Нет, у нас... Если ты включишь, я начну есть. Уже? Все. Я включила. Все. У нас Новый год. У нас Новый год. Ирочка сейчас вам пожелает чего-то хорошего. Потому что я этого делать не хочу. Я считаю, что от того, что я что-то пожелаю, ничего не изменится. И нет смысла в этих словах. Так что... Давай. Ну, я желаю, чтобы у вас все сбылось. И тогда вы будете добрыми. Сбылось. Все. Все. Я желаю, чтобы вы были добрыми. Потому что у вас будет все, и вы будете добрыми. Сбылось. Ну, я желаю, чтобы вы были добрыми. Все. Сбылось. Потому что люди вот желают просто так слова произносят. Они ничего не чувствуют при этом. Особенно незнакомым людям. Вот понимаете, вот там люди, вот у них такая просто привычка. Им нужно это делать. Они берут просто вот с день рождения или Новый год. Им нужно произнести речь. Понимаете? А эта речь не несет ничего. Она ничего не изменит в жизни. Скажи, вот от того, что люди всегда желают хорошего, это же не значит, что у всех людей в жизни все хорошо. Правильно? То есть это ничего не меняет. И от того, что я не буду незнакомым людям ничего говорить, то есть, ну, это будет честно. Вот. Короче, у нас вот этот новогодний стол. У нас нет шампанского. Мы идем. Ну, я не запью, ну, да. Ну, я не пью. Нет ничего. Ну, я просто не хочу это. Это мы купили буквально там капельку рапанов. И решили попробовать. Они в каком-то соусе. Унаги. И мне очень нравится. Соус унаги. Соус унаги, да. И мне понравилось? Нет, так хорошо. У меня они нацепляются на ветку, короче. А вот бракушки. Сейчас будет гайдханс. Короче, я хотела рапаны. Мне на море советовали жареные рапаны. Они похожи на грибы. Но это не жареные. Если бы там были сырые рапаны, мы бы их купили и пожарили. А это мы взяли просто так. Потому что мы никогда не ели рапаны. Ну, я не ела. А Юшка должна была есть. Она же их в баку родилась. Там же рапана, по-моему. Нет. В баку нету рапана. Ну, знаете, они на грибы не похожи. Они как резинка. Но... Кстати, они прикольные. А что такое есть? У меня вкус какой-то интересный. Ну, то есть неплохо. Какой привкус он не сразу чувствуется. И даже этот соус ничего не портит. Хотя я не люблю такие соусы. Ну, что вкусная рапана. А у нас еще была черная икра. А за поедать девушку? Она испортилась. И мы ее решили не есть. Нет. В общем, мы не готовили никакой стол. Сделали просто кусочки того, что мы любим. И больше ничего. Потому что мы сами для себя все это сделали. И мы уже открыли все подарки. У нас их было очень много. Да? Нет. Просто у меня завтра на работу. Мы ляжем спать и до 12. Ну, потому что надо у конца. Да. Мы сейчас потусуемся часик и ляжем спать. А Ерочка на диете она ходит... Икра невкусная. Я знаю. Она ходит в зал. У нее диета расписана там по часам. Мне нельзя вот это есть. Просто мы решили разы что-то это сделать. А оливье тем более ей нельзя. Вот. Нам очень не повезло с икрой. Ну, такой. Это тоже икра отвратительная. Она как будто от без вкуса. Угу. Потому что мы покупали икру и никогда не было вот именно такой. Мне кажется, она чем крупнее, тем не вкуснее. Ну, да. Она очень вкусная икру. Я каждый раз не покупаю. Сейчас это правда же невкусная. Может мы зажгались? Ха-ха. Лично я на диете. Я на диете. Я даже зажгалась. За жизнь зажгалась. Почему за диетой. Подарки открой? Вода я еще не покушал. Короче, она такая как будто водой наполнена. Может ее подкачали чем-то. Знаете, со шприца так чуть-чуть. В каждую корку, Андрей? Нет, не в каждую. Значит, залили каким-то раствором. Она чуть-чуть поднялась. Я тебе серьезно говорю. Такое возможно. Знаешь, я тебе скажу так, что вот креветка, чем крупнее, тем она мне меньше нравится. Меньше? Угу. Да ладно, мы ели в Турции креветки большие просто. Да, но самые вкусные креветки как раз таки вот такого размера, а не большого. Ну там были вкусные. Почему там были вкусные? Корбаса, она с этими. С нитками. Мне приходится оттуда доставать. Ну и еще шкурка у нее такая прозрачная, тоненькая и вообще странная. Я бы хотела, чтобы кто-то мне эту шкурку поснимал. Я даже понимаю кто. Смотрите, в сыр выпадает. Мушка, поснимай мне шкурку, пожалуйста. Угу. Ну я не могу ее есть. Что за колбаса такая? Дорогая колбаса должна быть уже без шкурки. В общем, пахнулись мы с едой. Ну, рапаны нормальная. Икра в тихня, по-моему. Да, не вкусная. Заплатили за не кучу бабок. Пол зарплаты. Мушка, что ты делаешь? Я думаю, что ты заплатила пол зарплаты за икру. Нет, это шутка могла. Пол зарплаты твоей кошки, да? Пол кошки? Нет, кошки. Есть кошка, зайка. Но она не ходит на работу. Ну ладно, мы и покушаем. Все, мы сходили на фильм. Очень вкусно. Сходили на фильм, посмотрели. Ну, интересно, да. В центре там просто жарят мясо. Люди катаются на карапелях. Ну, прошлись, там холодно. Там будет праздник какой-то в пол первого ночи. Нет, в час. Да, представляете? В час ночи. Новогоднее представление в час ночи. Нет, это правильно. Потому что люди выходят уже после двенадцати, когда уже, знаешь, дома они... Обычно от карты скучаются? Я не знаю. Ну, я думаю, встречалась весь Новогод. Угу. Нет, потому что в моем детстве было так. Люди садились за стол, ну там, в вечер. Потом они слушали речь президента. Вот урантов там смотрели. Потом какой-то голубой огонёк начинался. А потом начинались салюты, вот где на часовые. Люди выходили эти салюты запускать на улицу. А люди, которые просто смотрящие, тоже выходили. То есть они где-то в час выходили, многие там на улице. Ну, снег был. Гуляли там до трёх часов. Поэтому это центры, там люди живут рядом. Вот сейчас там будет они сначала посидеть за столом. Потом пойдут. А нам это не нужно. Потому что на работу. Да и не потому что. Даже знаешь, Соня, если бы нам не надо было... Ну, тебе не надо было бы на работу. Мы бы не пошли. Мы бы не пошли. Нам не интересно просто. Совсем не интересно. Есть много чего в жизни прекраснее. Например, дома проводить. А мы вот сегодня, например, ехали с таксистом. И он сказал такую вещь, что текаю из дома, чтоб жинка меня не достала. Люди, по-моему, бегут из дома некоторые специально. Вы не подумайте, что мы такие зануды там, понимаете? Просто у нас в жизни уже было всякое там пьянки, гулянки. Ну, то есть это все было. У меня не было, нет. Мама, если ты это смотришь. Это все было там, ну, не так часто там иногда. И нам это не нравится. То есть, ну, мне не нравится. Поэтому, как бы, я уже через это прошла. Мне хочется дома быть. И вообще, Новый год это такой праздник придуман. Ну, как? Конечно, чувствуется, что вот там уходит. Но с каждым годом относится к нему все спокойнее, правильно? Это детям интересно там. Для них там волшебство какое-то. Ну, и снег там. Ну, вообще. В общем. Наверное, надо, чтобы уже подарочек Ира распаковала. М-м-м! Сейчас будешь его сначала угадывать. И убери, пожалуйста, вот эти вещи. Потому что я хочу, чтобы было чистенько, по-моему, руки, да? Ну, потом мы посмотрим фильмы. У нас еще ребрышки здесь готовятся. Знаете, уже осталось 40, они 20 минут сидят. И они еще белые. Так. Вот. Сначала ты открываешь один, а это дополнение. Потом я открываю. Надо закроить глаза и посидеть здесь. Становись хотя бы. Ну, вот. Закроешь глаза. Так. Попробуй, пожалуйста, когда. Не надо его мотылять. Так. Там что-то тяжелое. Не надо мотылять. И небольшое. Коробка, по-моему, это просто интересно. Если я стою, то меня видно? Надо же развернуться, да? Вот так. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Да, тебе видно, но не сильно. Поэтому лучше сядь. Я хочу, чтобы ты села. Сядь здесь. Так. Меня видно хорошо? У меня желтая рубашка, желтая булочка. Там что-то тяжелое. Небольшое, вот такого размера. Какого размера? Вот такого размера. Небольшое, вот такого размера. А коробка – это обманка. Потому что явно не на всю коробку. И раз оно тяжелое, то это что-то из кухонной принадлежности. Потому что раз тяжелое. Ну, потому что обувь даже бывает легче или больше. Одежда так бы не бухалась. А часы Соня мне уже в этом году подарила. Ну, все. Я считаю, что это вполне. Подожди, закрой глаза. Глазки закрой. Где мое полотенечко? Руки взяли. Глаза закрой. И не открывай, пока ты еще раз не подумаешь. Сначала не открывай, потому что… Да, ты открывай бумажку, там открывай. Пока ты не докопаешь, чтобы… Сейчас я возьму бумажку. Полотенечко. Не открывай глаза. Не спеши. Я тебе скажу, когда открыть глаза. Не открывай. Я тебе скажу, когда их открыть. Скажу только. Нет, это просто бумажку. Срывай. Мишка успокойся. Нет, подожди. Там… Точнее я беру. Потом… Я тебе скажу. Только дальше… Мне кажется, ты… Ну, все, я открываю. Я открываю. Эта тарелка. Можешь попробовать открыть глаза. Сейчас меня убьют. Ты можешь пробовать открыть глаза. Мне подарили айпад. То есть, все такие у меня лоховские подарки – это у меня айпад. Мишка, что открыла глаза? Это айпад. Сонечка, Сонь. Ну, можешь теперь ролики маленькие снимать. На мишку снимать, там камера есть. Игра свои, играй защиту башен. Сонечка, большое спасибо. У меня никогда в жизни такого не было. Ну, компьютер это слишком дорого, а он вместо компа. Но мне не нужно, мне достаточно. Да? То, чтоб нула. Мне батарея айпад. Открой, будешь, ты уже не видела его, потому что он запечатан герметичный. Я как-то, знаешь, в шоке. Ты мне говорила, вдруг тебе не понравится или еще что-то. Да, я боялась, потому что я еще хотела айфон. А я тебе объясню, айфон у тебя будет, просто я не вижу смысла устаревшую лессию покупать. Мы только один теперь. Девочка, смотри, я тебе хочу объяснить, чтобы ты понимала, что айфон и все устареют очень быстро, когда выйдут новые. Поэтому было правильным решением его тебе не давить. Поняла? Конечно, тебе десятку. Ну что? Ты не знала и все. Я его не видела, потому что он запечатан. А дам еще к нему дополнять. Это какой-то ужас, и разве можно так меня удивлять сильно? Зато Ишка очень любит игрушки всякие. Она сможет играть, у нее на телефоне нет места, и ей будет удобно играть. А еще она сможет фотографировать, видео снимать, мишку там, мазайку, и может редактировать даже. Золотой. Это самый лучший цвет. Спасибо большое, ссылочка. У тебя там есть твой iCloud, и мы его тебе запустим, наверное, застряжем. А мы с тобой разберемся с ним попозже, ладно? Да, да. Потому что мне нужна будет помощь, и я... Да, конечно, там есть снорубочек. Знаете, я просто никогда не думала, что мне подарят айфон. Ну, я вообще никогда не думала. что это ножи или кухонная утварь. Понимаете, у Ирочки есть ноутбук, но он рабочий. То есть это не ее лично, у нее нет своего личного устройства. Вот. А она иногда хотела, говорила, я хочу снимать, допустим, там, видео. Мы можем в путешествии, да? Мы можем снимать на него. А теперь сейчас ты открышь еще дополнительный подарочек. А какое бывает дополнение к айпаду? В данных местах. Там несколько, я считаю, что очень полезных дополнений. Например, подводный бок. Защитное стекло. Это чтобы мы его не разбили, потому что мы уже научились с айфоном, что мы его разбиваем. Это подводный бокс? Нет, подводный вот здесь. А это просто чехол какой-то такой, я не знаю, я его не видела, но он... Ага, красивый. Он, скорее всего, может, и не очень красивый, но я хотела его обезопасить. А что, с ним можно было с этим подводным боксом под водой? Да, в бассейне. Или в море можно под водой, можно даже снимать. Ну, камера, конечно, это не прям айфон 10, допустим. Но снимать что-то можно под водой. Все, ну я в шее. Просто пришло время, и она абсолютно переплюнула меня в подарках, и все. Ну, надо же мне даже переблюнуть. Я так рада? Слышка, я так рада. Все, мы можем... Просто это твое личное устройство. Мне надоело, что у тебя только рабочий ноутбук чужой, можно так сказать. Ну как, он чужой все равно, но он чужой. А у тебя нет своего. Все, спасибо большое. Давай посмотрим вот этот стекольчик, потому что мне очень интересно вот это. Какое? Стекло, это чтобы не раз... Ну, все же защита, после того, как мы иконы все время вели, очень нужна. А главное, что ты можешь теперь на ноутбуке, например, включить фильм, а на этом можешь играть или влазить все эти вещи, чем заниматься. Молодец. Ооо, оооо, какой он крутой. Я думала, здесь есть такая выдвижная штучка, чтобы ставить. Но оказывается нет. Нет, вот она отдельная. А, бамерин, круто. Смотри. То есть его можно... Это подставка. А он такой, достаточно хороший. Ну, то есть... Да, очень классный, интересно. Наверное, дорогой еще. Ну, не дорогой, просто он... Я хотела, чтобы он был, ну, в безопасности. Так, а ты не против, если мы снова положим его в коробку? Открой, пожалуйста. Да. Я просто, честно говоря, у меня пока что какой-то страх, что с ним что-то станет, что кошка на него прыгнет, что еще что-то. Мы с ним разберемся попозже. Мы с ним разберемся, это точно. Соня, спасибо большое, я в шоке. Да. Ну, слава богу. Ну, наверное, ты и ожидала что-то другое. Ножи. Я думала, кухонная утварь, ножи. Нет, ножи. Нет, ножи. Нет, ножи. Ты-ка, аккуратненько, давай я переставлю. Все. У тебя уже есть свой этот. Ты же помнишь на пару, что... Потом ты войдешь, настроишь это все, да? Угу. Потом пойдем в спальню и все настроишь. Угу. Будешь... Так, теперь ты сюда видим. Нет, давай я по-моему скажу. А здесь, я думаю, что здесь пижама с собачками. Потому что здесь что-то мягкое. Так, давайте. Сейчас печатаем. Смотрите, оно уже пока... Это я шла под дождем. Попоцалось. Я думала, уже Мишку обиноватить во все. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Пижама с собачками. Не сможешь ее открыть? Дай его сюда. А что я глаза не закрыла? Вот здесь shining. И что здесь там? Так, что там? Пересчика. И что здесь там? Я так и думала. Она всегда угадывает. Я хотела тебе сказать, надеюсь, что ты себе тоже купила. Там две, а моя одна твоя. Это твоя. А моя розовая. Не с собачками? Там я была с собачками, а ты с пентгенчиком. А когда я сказала с собачками, ты сделала такой лиц, как будто я угадала. Подожди, у тебя тоже с пентгенчиком? Нет. Я купила две разные. У тебя с собачками? Две. Это моя или твоя? Смотрите. Она такая мягенькая. Класс. Класс. Когда же уже мороз будет 20 градусов. Какая-то моя. Моя. Что я могу тебе делать? Просто я думала, что тебе розовая точно не нужна. Может быть, я ошибусь. Тебе подходит по размеру? Да. Сноу. Сноу. Сноу-то да. Ну, вообще да. Они прикольные тем, что они разные. Пошли одените. Будем в пижамах сидеть. Поставай быстренько сделаем. Вот так у нас проходит новый год. Видите? Да. Покажи. Смотрите. Какой мягенький. Красивый. Спасибо. Мне идет синенький цвет. А тебе беленький. Огромненький. И тогда вниз тоже. Хорошо. Подожди. Все хорошо. А ты так теперь делай. Видишь? Потому что мы тогда фотографировали. А пингвинку покази. Ну все. Мы на этом будем заканчивать. Да. Соня. Мишка. Привет. Здравствуй. Медвежонок. Помахай лапой всем. Помахай всем лапой.